Вау! Самолет прямо над головой! Охренеть! Вообще привет! Это прямо как в фильме про дракона. Капец! Вот это да! Дорога к перуанцам крайне забавная. Самолет прямо в рожу, понимаешь, как железный дракон. Иду на праздник перуанцам по пустынным пространствам нашего острова. Перуанцы в пустыне свое ранчо расположили. Среди независимости Перу. Прямо самолеты летают. Вон. Весело. Какие-то заборы, кусты, дорога. Дорога на пляж. Тут цветы даже есть. Как всегда они... Как всегда они не пахнут. Да, а южный цвет и вот там неправа. Это дорога на пляж. Плая де Варгас. Дорога на пляж. Но нам надо сворачивать направо будет сейчас. Потому как идем мы на перуанский праздник. Начинается дорога грунтовая. Как это отличается от старой жизни, от Украины, где не кактусы, а нормальное все. Но здесь и так все выглядит. Какая действительность. Выжженные пространства. Прерии, пустыни, горы. Идем по такой... Там какие-то колокольчики. Идем по зонтовой дорожке в глубь этих всех их плантаций. Тут много и перуанских плантаций. Где они растят всякие редкие перуанские растения. Вроде якатая. Ахипанку. Чтобы делать папаванкаина. И всякие другие имена. Ихние темы. Да, то есть все так психоделично выглядит. Дорвущий ветер. Ткани. Этих колокольчики. Психологи. Голубое небо. А в Аспармосе пасмурно. Ну, здесь очень сильно отличается климат. Гладко какой-то вступит. Будешь уже другой климат. Здесь какая-то аэродинамическая труба просто. Ветер. Раздолбанные дороги. Рваные тряпки. Огороженные плантации. Ветер. В этом что-то шаманское есть. Посмотрим. Вообще, конечно, перуанский народ очень интересный, очень забавный. И еще они не любят испанцев. И в этом я с ними солидарен все больше и больше. Потому что это просто... Меня испанцы очень бесят своей поверхностью. Своей бездушностью. Своей вообще глупостью, я бы сказал. И пустотой. Система у них, конечно, классно помогает. Несчастным, долбоебам, беженцам. С разных стран. И особенно с Украины. По указу Зевропарламента. Вот. Ну, это хорошо. Оказывается, как всегда, система и люди это две разные вещи. У нас система наоборот злобная. Максимально. Менты. Всякая сволочь. Вот. А люди такие более-менее душевные. Даже, я бы сказал, наивные славяне. Вот. Ага. Здесь как раз и наоборот. Наивная система. С глупой, кучу глупых ограничений. Глупая выскала система. Очень бездушные люди. Испанцы. Да. Перуанцы они иные. Вот. Они совсем другие. У них система пожестче. Там коррупция, как у нас. И безграмотность еще. В отличие от нас. Вот. Такая вот рвань и кактусы. Рвань и кактусы. Да. Вот это, конечно, пейзажик. Полный психодел. Кусты какие-то. Да. В общем, вот так вот. Все это выглядит. Здравствуйте, прерии. И индюхи там кудакчет. Ну, вот я и пришел. Перуанский флаг. Тут продают еду. Тут большой перуанский флаг. Ну, и куча людей. Прикольно. В общем. Самолеты летают прям головой. Тут закрыто таким навесом. Тут самый главный смысл в поедании еды. Вот как тут кухня работает. Перуанский флаг. Музыка. Пальмы. Вот так это все работает. Музыка. Ну, конечно, играще. Мою сморада. Это есть, которое чищу делают. Это перуанская, так сказать, плантация. Всякие травы перуанские. Я так скучаю по земле даже можно сказать. Для меня это был тяжелый труд когда-то, но сейчас, сейчас это ностальгия. Всякие травки. Якатай. Вот так все это и выглядит. Настоящая плантация перуанская. Перуанская территория. Это земля, как в Перу. Территория Перуана. Так что Перу стала независимой страной. Здесь самолет летит прямо над нами. Капец. Даже видно, как он летит. Да. И сверчок, сверчок целенький. Так что попал я сегодня на День независимости Перу и еще оказался в саду. Это просто место для медитации. Очень здорово. Класс. Я как будто в Перу. Как будто в Мотовиловке. Как будто все это вместе. Это и есть живой мир. Это и есть живой мир. Моис. Лук. Блин. Да. Давно-давно я этого всего не видел. Конечно, это не наш Мотовиловский огород. Тут манго у нас не растут. Какая разница. Жизнь это жизнь. Лук это лук. А манго это манго. Классно. Перуанская финка, так сказать. Ранчо. Так что, вива эль Перу. Вот свичи сажал. Парень забавный. Перуанец прям настоящий. Странный парень. Истинный Перуанец. Вамо дали ун поко де кариньито. Окей? Вамо то па я. Вамо это манго. Парень забавный. Вамо это манго. Вамо это. Вамо это. Вамо это манго. Вамо это манго. не пупьем угостили а когда и и а и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Восхитительный дедушка Девушку зовут Орлан Девушку зовут Орлан Девушку зовут Орлан Девушку зовут Орлан Девушка 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот как это выглядит Как будто там висит Плотное облачное Пространство А здесь совершенно Голубое небо Снова самолет Вот он, блин, летит Сволочь Летит в Европу От геев геем Вот Ну что, прикольно Уходит В облака Уходит в бурю Прикольно Я уже вышел на постоянное пространство острова Единственное, что солнце село Теперь мне надо бы Поймать какой-то автобус И доехать до Лас-Пальмаса Города Колумба Франко И известного писателя Гальдеса Вон там Лас-Пальмас Там, где Эти плотные Облака У нас здесь Голубое небо Совершенно восхитительно Но холодный под вечер Потому что мы в пустыне Я еду домой с перуанского праздника Дня независимости Перу От Испании Это выглядело очень Класс Вечер закончился замечательно Мне очень нравится По дороге с облаками Точнее к облакам Возвращаемся домой Вот это милая тропинка В пустыне Покрытая облаками Вывела меня к этому прекрасному дереву Венчанному цветами Красиво как вообще Особенно на фоне этих облаков Это вообще какая-то Можно сказать Эпическая штука И тут находится Остановка И я выхожу К этой остановке И это вообще Класс Именно отсюда Я поеду домой У нас Пальмас Прикольно Дорога И путь домой Ну в общем Праздник независимости Перу Я отметил просто шикарно Главное Там было много живого Классного общения С интересными людьми Аллилуйя Бивель Перу Да здравствуй Перу